Доброе утро, страна! Понедельник, 30 мая. С вами встречают Марьяна Муренкова и Анна Квилория. Уже совсем скоро белорусские выпускники попрощаются со школой. Сегодня же для них прозвенит последний звонок, вслед за которым начнется ответственная пара экзамена и выбор дальнейшего жизненного пути. И рады приветствовать в этот знаковый день в студии Доброй Раницы Беларусь заместителя министра образования Республики Беларусь Александра Кадлубая. Александр, доброе утро! Доброе утро! Да, доброе утро! Большое спасибо, что вы пришли. Нашли время в своем плотном графике вот так вот лично на всю страну поздравить выпускников. Давайте расскажем, сколько же сегодня ребят попрощаются со школой. Ну, у нас выпускники это всегда обучающиеся девятых и одиннадцатых классов. Так если мы будем говорить о девятых классах, то это порядка девяносто восьми тысяч детей. А в одиннадцатом классе это пятьдесят две тысячи выпускников, для которых сегодня прозвенит последний звонок и впереди которых будут ждать экзамены. И вступительная компания в высшие средне-специальные профессионально-технические учреждения. А всего около миллиона учащихся у нас в выпуске, да? Да, да, да. Всего у нас идет сейчас прирост. Порядка миллиона шестидесяти тысяч у нас обучаются. В наших школах, школ в стране, гимназии и лицеев у нас около трех тысяч. О, две девятьсот шестьдесят. Интересные цифры. Такая внушительная цифра. А вы помните свою линейку, свой последний звонок? Конечно, помню я свою линейку, свой последний звонок в этот солнечный день тогда, 25 мая, в средней школе имена Ивана Сташевского городского поселка Мир. Мы также традиционно, можно сказать, с первоклассниками, с нашими девчатами из нашего класса выходили на линейку, которая была очень волнительна, потому что впереди нас ждали экзамены, впереди нас ждало поступление в высшее учебное заведение. Учителя плакали? Родители плакали, учителя плакали. Первая учительница Бубновская Мария Ивановна, она тоже находилась у нас на линейке. Это всегда торжественно, и я знаю не понаслышке, что эти традиции продолжаются сегодня в белорусских школах. Это отлично. Кстати, об экзаменах. Впереди, конечно, очень сложная, наверное, самая сложная для школьников пора – это выпускные экзамены. В этом году все пройдет еще традиционно, но в следующем году мы знаем, что уже в связи с поправками в кодекс об образовании будут изменения именно в выпускной и, соответственно, в вступительной кампании. Совершенно верно. В этом году у нас и для девятых, и для одиннадцатых классов экзаменационная кампания пройдет без изменений. То есть у нас девятиклассники будут сдавать свои три экзамена – русский, белорусский язык и математику. В одиннадцатом классе также изменений не будет. Это четыре экзамена. Два устных – «История Беларуси», «Иностранный язык» и два – «Математика» и «Язык по выбору обучающихся». А в следующем году, как вы отметили, идут изменения. Притом, эти изменения будут как для одиннадцатого, так и для девятого класса. В связи с тем, что мы решили уменьшить нагрузку на наших обучающихся, оптимизировать систему и выпускных экзаменов, и вступления, принято решение. И на сегодняшний день предполагается проект централизованного экзамена. Это будет так называться в одиннадцатом классе, где учащиеся будут сдавать русский либо белорусский язык по выбору и математику по принципу централизованного тестирования. И это же пойдет в зачет, собственно, поступления? То есть они получат и сертификаты по стубальной системе, которые будут переведены, соответствующие же шкалы разрабатываются, проходят апробацию. Я хочу сказать, что они будут в пользу обучающихся. Это важно. Эти шкалы созданы. И поэтому они получат и отметки свои в аттестат, соответственно, и получат сертификаты. В последующем им придется доздать всего лишь два еще вступительных испытания в форме централизованного тестирования и подать документы в высшее учебное заведение. Но хотелось бы что еще отметить, почему я вспомнил о девятой классе, потому что история Беларуси сдаваться не будет, она вернется в девятый класс. Таким образом, выпускники девятых классов, помимо существующих трех экзаменов, будут сдавать четвертую историю Беларуси. Ну, по крайней мере, зато в одиннадцатом классе, да, вот эта нагрузка будет снята с них. И это замечательно. Спасибо. Я думаю, многие, те, кто будет выпускаться в следующем году, они так, фух, вдохнули с облегчением. Я хочу сказать, что сейчас, конечно, это напряжение определенное, потому что идет перестройка, но делается все так, чтобы действительно нагрузку уменьшить и из обучающихся, и, конечно, убрать ненужную нагрузку, ненужную нервозность при вступительной кампании. Да, действительно, меньше стресса, да, ты волнуешься. В школе перед экзаменом, пецентрализованным тестированием, потом еще поступаешь, правильно, нужно беречь нервы. А давайте поговорим о кадрах, о подготовке педагогических кадров. Как мотивирует сегодня будущих абитуриентов? Ну, я хочу вам сказать, что мотивация абитуриентов на поступление на педпрофессии, она достаточно имеет уже давнюю историю. И есть ряд проектов, которые очень успешны, в частности, это педагогические классы, над которыми работают педагогические университеты нашей страны, в части того, что наши ученики уже в 10-11 классе поступают в педклассы. Они там осваивают предметы на повышенном углубленном уровне. Конечно, для того, чтобы туда попасть, нужен определенный средний балл. Кроме того, они проходят факультативное занятие, обязательно введение в педагогическую профессию. В последующем они составляют портфолио, заявляют о том, что они хотят получить рекомендацию педагогического совета. То есть коллектив им выдает рекомендацию. И тогда на условиях без вступительных экзаменов, без ЦТ, они могут поступить в педагогический вуз, пройдя собеседование. Но нужно отметить, что это уже мотивированные учащиеся, которые хотят быть педагогом. Они проходят педпробы, забыл об этом сказать. То есть это пробные уроки в своих учреждениях, либо в учреждениях соседних. Профпригодность, так сказать, проверяется. Они проверяют себя еще до поступления в вуз, насколько все-таки это их профессия. Я считаю, что это неплохой опыт, тем более, что он, как я уже говорю, имеет давнюю историю. В частности, это не только обучающиеся в вузах, уже есть такие педагоги. Первый выпуск, пусть он будет и небольшой, это меньше тысячи человек, но они уже трудятся в белорусских школах. Мы внимательно наблюдаем за их трудом, за их выстраиванием их карьеры в педагогической профессии. Я думаю, что этот проект будет жить и дальше. А что касается мотивации, хочется сказать, что для олимпиадников и для победителей исследовательских конкурсов у них есть преференции при поступлении на педспециальности. Но нужно опять же говорить, что мы заинтересованы в том, чтобы получить свои школы, дошкольные учреждения, в целом учреждения системы образования, в первую очередь, мотивированных, не случайных людей. Потому что каждое слово, которое сказал учитель, оно как зерно потом прорастает. И, конечно, об этом очень важно помнить. Я с вами абсолютно согласна. И вот продолжение этой темы. Сегодня очевидно, что очень важно стало сохранение исторической памяти, каких-то вещей, связанных с патриотизмом, с воспитанием патриотизма. И вот удивительно, что военно-исторические клубы стали пользоваться очень большой популярностью среди молодежи. А какова роль Министерства образования в этом деле? Ну, речь идет о военно-патриотических клубах. Я хочу сказать, что на сегодняшний день таких, на базе войсковых частей, на сегодняшний день таких функционирует порядка 18. Это действительно очень уникальное явление, поскольку здесь заинтересованность идет от непосредственно войсковых структур. То есть это органов МВД, Минобороны, которые хотят, чтобы несовершеннолетние на базе их войсковых частей, повторюсь, проходили программу, реализовывали дополнительного образования. То есть получали необходимые навыки и знакомились и с историей. И обучались первичным навыкам военного дела, медицинской помощи. Почему я говорю уникальная вещь? Потому что заинтересованность со стороны войсковых частей, заинтересованность со стороны педагогического коллектива, родителей, семей, самих детей, это действительно будет давать результат. Роль Министерства образования, ну я хочу сказать, что подписан соответствующий указ президента 4 мая, номер 160, развитие данных клубов. Это разработка положения типового деятельности таких учреждений, чтобы они могли в каждой стране, потому что мы понимаем, вот только клуб открывается, сразу же есть востребованность, потому что сразу стоят дети, которые хотят там обучаться. И, конечно же, разработка программ дополнительного образования, которые будут включать в себя разнообразнейший компонент, я уже говорил о нем. Это и экскурсии, и сборы, и туристические слеты, и обучение, и краеведение, и история. Различный спектр, да, то есть... Очень широкий спектр, широкий. Государство, да, 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 в зависимости от возраста детей. Поэтому, я думаю, эта форма будет развиваться, она на сегодняшний день уникальная, и она еще раз востребована. И очень важная. Давайте вернемся к нашему особенному дню и поздравим белорусских выпускников этого года с праздника. Ну, мне искренне хотелось бы поздравить всех ребят, педагогов и их родителей с этим замечательным праздником, с днем последнего звонка. Искренне хотелось бы пожелать, чтобы тот труд, который был в течение школьных лет затрачен на приобретение знаний, он воздался. И в краткосрочной перспективе при сдаче экзаменов выпускных, при сдаче централизованного тестирования. Ну, а так, ребятам, хотелось бы сказать, и родителям, конечно, это очень важная пора, они определяются со своей профессиональной траекторией. Мне хотелось бы, чтобы это определение было успешным и удачным. Но самое главное, не забывать школу, не забывать педагогов, и где бы они ни находились, оставаться человеком и трудиться на благо нашей любимой и процветающей Беларуси. Человеком с большой буквы. Спасибо вам огромное. Мы вас тоже поздравляем. Вы тоже педагог, и вы из педагогической семьи, насколько мы знаем. Напоминаем, друзья, что в гостях у нас сегодня был заместитель министра образования Республики Беларусь Александр Кадлубай.